Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я приехал на базу, где изучают ядерную энергетику, где проводятся опыты. Привез бетон и при выезде у меня остановили, сказали, что там специальные датчики позади меня есть. У меня машина фонит, то есть излучение идет от машины. И сейчас будут выяснять откуда и почему излучение. Ну все, позвонили, сказали, можешь ехать. Ребята, вообще. Он говорит, что возможно излучение идет от песка, потому что я привез 5 кубиков бетона и бетон немножко жидковатый оказался. Меня отправили обратно. Обычно, когда я сюда заезжаю, я заезжаю полным, выезжаю пустым. И при выезде есть специальный такой датчик, который фиксирует любое излучение. Так как здесь институт по разным таким непонятным. Ну они много что изучают. И с атомной энергетикой связаны. И здесь же есть подземный туннель. Там коллайдер стоит. 6 километров длина этого туннеля, потому что мы этот туннель строили. Здесь бетон качали и на другой стороне туннеля тоже. Это 6 километров отсюда, представляете? И там они разгоняют эти нейтроны. То есть тут вообще серьезно все. Сам институт обнесен забором. Туда просто так не попасть. Нужен пропуск. Охрана сидит. Так что все строго. А я уже еду к себе на завод. Сейчас я, ребятушки, проезжаю через кладбище. Такое старое кладбище. Наверное, 18 века. Как-то мы здесь проходили через него. Я смотрел могилы. Ну, там старые надгробия. Даже целые склепы есть. И там, по-моему, с 18 века. А рядом стадион находится, где играет гамбургская команда. Сейчас вы увидите, после как я заверну. Машин много. Все куда-то летят. Рядом есть же пикник с кладбищем. Название такое. Пикничок. Так, а с правой стороны вы уже видите за деревьями стадион. Вот он. А за стадионом есть еще один маленький. Это тоже стадион. Это хоккейная коробка там внутри стоит. На коньках можно покататься. Я уже приехал на завод. Меня догрузили пол куба сухого бетона. Так как у меня бетон был жидкий. Почему меня отправили как раз со стройки. И, оказывается, бетон радиоактивный. Столько лет работал и не знал об этом. Случай, можно сказать, помог узнать. Вот как мне теперь будет. Потому что я на эту базу всегда приезжал полным. Когда ты заезжаешь, там нету этих датчиков. При выезде есть только датчики. А как обычно ты приезжаешь полную, разгружаешься и обратно в пустыню уезжаешь. То есть датчики не могли фиксировать какое-то излучение. Потому что у меня бетона не было. А теперь я приехал с бетоном и уехал с бетоном. И датчики засекли эту радиоактивность. Бетон излучает радиоактивные волны. Ребята, это что же такое? Я и думаю, почему я так повысел рано? Вот вам и работа. Короче, надо начинать пить молоко или кефир. Как раньше на подводных лодках. Ну вот я заезжаю. И эти датчики стоят с левой стороны при выезде. Почему же я раньше не знал, что бетон у меня радиоактивный? Да потому что я всегда выезжал пустым. А вот сегодня выехал с бетоном обратно. Первый раз. Вот уже Володя подошел. Мы с ним разговариваем насчет радиации вообще как быть. Володя, против радиации что поможет? Скажи, ты же знаешь. Ты что же знаешь? Ну как это называется давали-то раньше? Молоко, а еще и спиртного в вино или нет? Спирт. Спирт? А вино не помогает? Нет. Спирт нужен, да, чистый такой. Сейчас с Володей мы сжахнем от излучения, от радиации. Володя, смотри, столько лет мы с тобой работали и не знали, что бетон радиоактивный. Вот как теперь после этого нам работать? Еще узнать бы сколько... Сколько осталось. Сколько нам осталось. Насчет радиации. Да, я тоже когда еще в России служил. Мы были в учебке. Рядом, скажем так, с Омском. Потому что закрытый город называть нельзя. И бегали на стрельбище. И как раз там речка такая была. Ну как кисель, знаете. Вода такая была. И нам командир говорил, одеваем противогаз. Таить дыхание. И через мостик надо перебежать. Ну на другую сторону. То есть, там реально была радиация. И вот мы через этот мостик бегали постоянно. В противогазе, не дыша. Ну это вообще жесть была, конечно. Если так вспомнить свою службу. Так что там тоже хватало радиации. И может быть там тоже много хапанули. Нам же никто не говорил, сколько там радиации. Просто не дышит. Как будто от этого что-то поменяется. Дыши, не дыши. Да. Вот так-то, ребята. Ну а здесь радиация она есть. Но не такая большая, надеюсь. Как бы я поспрашивал у охранников. Кстати, я когда разгружусь, поеду опять через этот пропускной пункт. И ради интереса посмотрю, что покажут измерительные приборы, которые там стоят. Ну вот, ребятушки, моя загрузка началась. Разгружают медленно, потому что там стена не такая широка. Плюс там арматура внутри. Ну и бетон тяжело проходит. Так что пока сижу на бампере заднем, скажем так. Смотрю, как это все происходит. Солнышко светит. Ну и читаю комментарии ваши интересные. Я почти выгрузился. Уже одну рюмку прямо сюда вылили. Это чтобы мне не везти с собой бетон. Потому что у нас цены опять выросли с 1 января. Если мы бетон с собой забираем, то клиент платит за это пол цены от стоимости одного куба бетона. Так вот, приходится вот так выкручивать. И когда бетон застынет, ну он пока не застыл, когда будет застывать, вот арматуру туда воткнут. И потом просто краном поднимут в контейнер, разобьют и вывезут. Я правда не знаю, сколько контейнер стоит, но я думал, что это тоже денежки будет стоить. Уже одна рюмка есть. Сейчас еще одну выкрутим где-нибудь. И я пустой буду. Так, я подъезжаю к выходу. Сейчас вам покажу эти датчики, где стоят. Я мимо этих датчиков проехать должен. И вот они. Называется РАДОС. От слова радиация. РАДОС, наверное. Слева, справа посмотрите. Вот такие штучки. Ну, вроде ничего нет. Все хорошо? Все хорошо, говорит. Все хорошо. Вот так сидит Миш-мастер, то есть мастер, который мешает бетон работать. Видите, как он сидит? С телефоном на рабочем месте. Ну, расскажи нам, человек за пультом. Сегодня мы с ним разговариваем, он говорит, что тебя последний рейс загрузит. Да ты сам виноват, мне бетон жидкий намешал сегодня, что пришлось стоять и уезжать. Расскажи быстренько твою задачу. Ну, что ты тут делаешь? Ну, ты же можешь отпустить меня. Скажи, блин, Андрей, иди домой. Я сам справлюсь. Если позвонит, скажет, что я уже мою анлагу, все. Все ушли домой. Да. Три дня. Вот, ребята, вот видите вам пример, человек, оператор бетононасоса, приехал в один из наших филиалов и за три дня быстро обучился замешивать бетон, потому что не был на тот период человека, который должен был это делать, он заболел, да, по-моему. И все, теперь мешает. Как вы уже поняли, я в пути. Мне загрузили полтора кубика бетона. Везу я остатки, там качает саня. Ну, от города 15 минут, там деревушка небольшая. Сейчас полтора кубика, это быстро, минут за 10 прокачаю, может быть, что-то обратно увезу. Ну, по крайней мере, это мой последний рейс. Так что нормально. Солнышко, погода хорошая, весна как-никак уже, и настроение супер. Уже, смотрите, деревья тут порезали вовсю, готовятся к посевной уже фермеры, там уже поля чистят, уже вовсю, жизнь кипит в деревне. Ну, я уже заехал в деревушку, сейчас подъеду, посмотрю, что там за подъезд такой. Так, так, вот все вижу, саня стоит, стрела торчит. Самое главное, что сразу нашел, тут уже поля начинаются, конец деревни. А люди везде строят, где есть возможность. Вот и все, вот моя стройка. Буду заезжать задним ходом. Все, процесс пошел, сейчас начнем качать. И плюс, смотрите, там вот куска не хватило, да, наверное, как раз метра. То есть, вот, мне вот ехать. Ну, бетон вроде нормальный. Без шланга нельзя закачивать. Все, ребят, я закончил. Сейчас вот Санек мне остатки хочет закачать. Я ему говорю, что нельзя, он говорит, что можно. Так что, ну, ладно, пускай закачивает. Давай я сейчас буду процесс снимать. Смотри мне. Эй, не попал ты. Короче. Во! Всему вас учить надо. Ну, вот и все, ребят, мой рабочий день заканчивается. Я сейчас еду на завод, помыть машину и все на сегодня. Так что, заканчиваем на таком красивом кадре. Солнышко, зеленая травка. Смотрим мой канал, подписываемся и пишем свои комментарии. Всем пока!